Дневной разворот Весьма актуальная Приближается Ночь музеев Традиционно приближается Ночь музеев Вернее, Международный день музеев Сначала будет 18 мая Затем традиционная акция Мы будем говорить в программе Данного мероприятия с директором Ядского художественного музея Анной Шакиной Будем ждать ее в гости Ждем ваших звонков и правильных ответов Так же точно, как вы ждете наших вопросов Мы их подготовили Так или иначе, эта неделя у нас проходит под знаком 1 мая Многие вдохновление Вдохновление поймали От этого праздника Я повторюсь, вчера говорил в эфире Что я читал отзывы в интернете В том числе в соцсетях У многих людей такие теплые воспоминания Они с удовольствием вышли на эту первомайскую демонстрацию По данным правительства Кировской области Около 3000 человек Поучаствовало в праздничных мероприятиях По данным Федерации профсоюзов Кировской области На сайте я прочитал организации Более 6000 человек поучаствовало в этих мероприятиях Ну, собственно, сейчас нам все объяснит и все расскажет Роман Береснев Председатель Федерации профсоюзов Кировской области Роман Александрович, добрый день Добрый день Ну, с первомаем вас Спасибо С праздником Весны и труда Интернет полон видео Фото таких красочных, радужных Вы были одним из тех, кто выступал на театральной площади Ну да, вот как раз я там начинал свое выступление Вот с этого термина День весны труда Мы не очень поддерживаем название праздника Мы все-таки предлагаем вернуться К тому, что было раньше День международной солидарности День международной солидарности Но это же международный праздник Безусловно Вы сказали, истинное нужно назвать Конечно Это название международного праздника День весны День весны Первого мая в Москве Принимал участие Председатель международной конфедерации труда То есть это как раз Международное объединение профсоюзов Шерон Бороу То есть И в общем-то Еще раз было доказано Вот значимость этого праздника И с увлечья Она начинала как раз с того Что 150 лет назад Создан первый профсоюз Великобритании То есть А в этом году еще отмечалось Стоилетие Первого мая Уже как официального праздника В нашем государстве День весны и труда С 92-го года Мы отмечаем канал Официально был переименован День весны и труда Вот это о чем? Вот скажите День весны и труда Вот какие у вас ощущения Появляются Как бы вот от этого Да, немножко уже Ну поймали уже Ну в целом Позитивный настрой Судя из этого названия Да, день весны и труда Мир, труд, май Ну а если глубже копать Как-то пытаться себе это растолковать То размыто получается Ну абсолютно Потому что день весны Мне кажется Все-таки 1 марта А день труда Это когда ты трудишься Мне весны тут тоже много мнений Но это точно не 1 мая Потому что ну астрономы говорят Что день весны 22 марта Там кто-то 1 марта Мы как раз в это воскресенье С детьми этот вопрос разбирали А день международной солидарности Трудящиеся за собой Несет все-таки Определенную подоплеку Это день памяти Тех людей Естественно Там у нас все лозунги И они идут именно под этим Под солидарностью Под справедливостью Под достоинством То есть именно под этими вещами То есть там труд безусловно Конечно присутствует в наших лозунгах Но весны там не так много Что вы увидели Что вы почувствовали 1 мая во время мероприятия Глядя на людей На их глаза Улыбки Теплоту Ностальгию По этому празднику Или какие-то новые какие-то эмоции Потому что ностальгия конечно присутствовала Особенно в глазах ветеранов Это чувствовалось Это однозначно Многие ветераны подходили Благодарили за проведение мероприятия Потому что вот второй год У нас действительно получается Мероприятие более массовое Более широкое чем было раньше И мы стараемся все-таки пытаться Соблюдать те хорошие добрые традиции Которые существовали в советский период То есть это и лозунги Это и музыкальное сопровождение колонны То есть с нами в этом году В очередной раз работал Оркестр «Северная звезда» То есть под хорошие, правильные Советские марши То есть выйти, пройтись С шариками, с транспарантами, с флажками Поучаствовать в первом майском мероприятии Поддержать основные требования Которые выдвигали профсоюзы Ну это было действительно значимо для многих Ну и очень приятно Что на вот эти призывы Откликнулись руководители органов власти И губернатор Кировской области И председатель законодательного собрания И глава города Кирова И глава администрации города Кирова Ну и там другие должностные лица Руководители предприятий Очень важно, что были колонну Завода Лепси Взглайген Александрович Мамаев Руководитель непосредственно Руководитель Маяка Жилкин был во главе колонны Завода своего То есть это было приятно Это было здорово Это как раз было так же точно Как было в советское время Потому что руководители шли Тут же шли и профсоюзные руководители Тут же все перемешивалось И передовики где-то в первой же части шли То есть там такое довольно-таки было странное Для советского времени единение Самых высших сотрудников И простых рабочих Просто есть вещи С точки зрения социально-экономических Каких-то требований Которые высказывались на нашей акции Которые объединяют в себе И власти, и профсоюзы, и работодатели Ну кто скажет против того Чтобы труд был достойным Чтобы социальная политика была справедливой Чтобы действительно профсоюзы Были как бы основным представителем Интересов работников По отношению к работодателям По отношению к органам власти Наверное нет Мы говорили о минимальном размере оплаты труда И о серых заработных платах И о выполнении Исполнении тех указов президента Которые были в 2012 году Ну мы конечно рассчитываем Что сейчас появятся новые уже указы И здесь мы опять получим задачи Которые в общем-то контролировать Как в качестве общественного контроля Возьмут на себя профсоюзы Поэтому вопросов очень много Ну а у нас еще в этом году Год охраны труда И тоже как бы там важная тема Которую можно сегодня тоже обсудить Либо там как-то отдельно Этой теме посвятить Я думаю коснемся Тем более не так давно ведь был по-моему Международный день охраны труда как раз Да, Всемирный день охраны труда Был 28 апреля И это тоже день памяти День памяти жертв погибших Вот в результате несоблюдения Безопасных условий труда И мы как раз 27-го проводили Большую общую областную конференцию Где были специалисты по охране труда И там директора предприятий И профсоюзный актив Те кто занимается сегодня этими вопросами И мы начали как раз с минуты молчания И вот 17 фамилий 17 погибших были на экране То есть те кто погибли как раз При несоблюдении условий охраны труда За какой период? За 2017 год Давайте поподробнее об этом Уже поговорим после небольшой паузы Прервемся Роман Береснев Председатель Федерации профсоюзов Кировской области Беседуем мы с ним И вот тему охраны труда Мы затронули У нас были передачи кстати Посвященные именно охране труда Неоднократно были перед программой Замечательные гости из Перми Который ну Немножко наверное цинично Но все таки говорил Сколько у нас ежедневно в России Уходят людей на работу И не возвращаются Статистика в общем то Довольно прискорбная В целом то по государству Ну и вот у нас И в принципе тоже Я готов статистикой поделиться За каждую неделю В нашем регионе Происходит 9-10 несчастных случаев В Кировской области В Кировской области На производстве несчастных случаев В Митве Да конечно Тяжелых несчастных случаев Из них где-то 5-6 в месяц Ну и 3 смертельных случая Каждые 2 месяца Вот примерно как бы такая статистика Которая вот характерна По 2017 году Для нашего Кировского региона Естественно и сейчас Мы тоже ситуацию отслеживаем Потому что Все извещения о несчастных случаях Поступают к нам И мы естественно Их тоже смотрим Анализируем Участвуем в комиссиях По расследованию несчастных случаев На производстве Особенно тяжелых И смертельных Один из самых известных Это вот в отношении Падения крана На труда Кировской области Ну и очень приятно было Что многие специалисты Как раз в сфере охраны труда Были у нас И поделились своим опытом работы В этой области На своих предприятиях Очень интересный опыт у нас На шинном заводе Компании Там пирели Да Сегодня Хороший опыт На галополимере Чепецком То есть Вятский фанерный комбинат Делился своим опытом работы Ну там ряд других предприятий Где действительно Сегодня эти вопросы Являются важными И работа в этом направлении Очень серьезно проводится Там насколько мы помним Зависит от численности Да Сотрудников на предприятии При превышении которого Должен быть уже специалист По охране труда Да Ну что-то так Да Ну в целом Ситуация с охраной труда В нашем регионе По сравнению с другими субъектами Мы все равно При всех этих вещах То есть Если мы говорим О сбережении населения Там да Это все-таки такая Глобальная цель Которая она так или иначе Стоит перед государством То есть мы конечно Этим вопросом Также точно Должны уделять внимание Как и любым Случаем Когда здоровый Там полноценный человек Там член общества Теряет свою жизнь Вне зависимости от того Это преступление Это там Несчастный случай Там дорожно-транспортное происшествие Либо нарушение требования Охраны труда Поэтому я считаю Что привлекать Внимание к этой тематике Крайне важно И Федерация профсоюзных организаций Кировской области Объявила 2018 год Годом охраны труда Вот сейчас мы Исходя из этой конференции Начинаем Несколько еще Таких важных Существенных проектов Которые в этом области Тоже будут Можем гарантизировать Все-таки год Еще только начался Поговорить о будущем Мы очень хотим Конечно Выйти и посмотреть Вопросы охраны труда В качестве социальной рекламы Потому что считаем Что вот это Привлечение к этой тематике Нужно через какие-то такие Социальные рекламы Ориентированные на кого? На тех Чтобы соблюдать Эти требования Как на работодателей Так и на работников Простых работников Ну я вспоминаю Там сказать И Николай Михайлович Кстати вспоминал Такой случай Да Вот Ну В детстве Водили в цеха Различные И вот там Токарь Да То есть Определенная профессия То есть нам давали Уже простые детальки Какие-то точить Еще вот Уже В возрасте школьник Я очень там Помню Замечательный случай То есть там Начинаю работу И вижу там сказать Несколько работников Просто мне что-то показывают Очень там Кричат уже там Руками машут Думаю что случилось Я забыл одеть очки Ну это же там Одни из существенных Важных моментов Для токаря То есть поэтому Вот видите Как бы там Через лично Вот восприятие Вот этого процесса Важности И соблюдения Требований охраны труда Там очень важно И многие Как раз Если правильно все делают Никаких проблем То не возникает Я просто вспомнил Наши школьные уроки труда Потому что там Наверное половина Условно говоря Два часа занятий Половина первого часа Сообщалась к тому Что на нас должно быть одето Как мы должны Где должны находиться Как себя вести То есть в таком случае В таком случае Это очень подробно Все объяснялось Нет и советские требования По охране труда Они были одни из Там их самых Там мощных В отношении Там мирового сообщества То есть Ну и сейчас я считаю Что там этим вопросом Уделяется очень такое Серьезное внимание В рамках производственных Процессов Естественно там Очень важно Чтобы труд был безопасный Чтобы человек Получая заработную плату Понимал что он Завтра вернется здоровый Полноценным гражданином Там свою семью И там И дальше будет Осуществлять свою дальнейшую Уже трудовую деятельность Ну Нередки случаи Когда работодатели Я знаю Ссылаются на то Что соблюдать Нормы охраны труда Это дорого Дорого Это дорого Прямо неподъемно И придется Не знаю Требования на самом деле Довольно жесткие И соблюдать их все Получается довольно таки Накладно Мы вот Мы здесь сейчас Да Стараемся приводить Очень интересный пример Когда руководитель Одно из бюджетных Учреждений Там не соблюдал Требования охраны труда Он не выдал Своему дворнику Лопату и валенки В результате 50 тысяч штрафа Руководитель получил Ну это вот Как бы так сказать Один из простых примеров Что все таки А валенки и лопаты Обошлись бы Ну в тысячу рублей Ну все понимаем Ведь там Соотношение цифры Соотношение позиций Поэтому вот Все равно Вот эти вопросы Охраны труда Надо чтобы каждый руководитель Каждый работник Они понимали Важность этого И у нас еще есть Такая позиция Что руководитель Предприятия Не всегда Сам занимается этим вопросом Естественно Он кому-то поручает Не всегда он понимает Что он несет ответственность Как руководитель Даже если поручил кому-то Даже если кому-то поручил То есть все равно Ответственность В том числе и на руководителя Она там Тем не менее Там Вложится Определенно Ну штрафы По охране труда Они вообще очень высокие Я там помню Соговорили где-то В среднем порядка миллиона По-моему штраф получается По этим инспекциям Очень серьезные Ну не в среднем Это действительно Там разного рода Штрафы есть Там государственная инспекция Труда занимается Этими вопросами Но штрафы все равно Серьезные То есть они Там немаленькие Получаются Ну они серьезные Они не первый год серьезные, а вот случаи все равно эти происходят. То есть как-то, по-моему, насчет социальной рекламы вы как раз в самую точку попали. Да, мы считаем, потому что, видите, как бы там в советский период, опять же, там в большей степени не было государственной инспекции труда, занимались все профсоюзы. Они решали эту государственную задачу по охране труда. То есть были там на каждом производстве, были уполномоченные по охране труда, были большой штат инспекторов, технических инспекторов в штате профсоюзных организаций. Они эту работу организовывали и выполняли. Здесь очень простая схема, когда люди сами начинают там снизу вот этим вопросам уделять определенное внимание. Сейчас там несколько ситуаций поменялось. Государственная инспекция труда, она выполняет задачу государственную, то есть охранять труд. Инспекторов у нас там два десятка на всю территорию Кировской области. Профсоюзы, ну, сейчас не во всех организациях, предприятиях присутствуют, это есть. Поэтому, конечно, там им на сегодняшний день крайне сложно сегодня вот везде там проникнуть, везде войти. Естественно, они больше работают по обращениям граждан. Хотя вот предупредительные это меры надо проводить практически в каждом производственном помещении, в каждом производственном цеху и эти вопросы решать. Ну, тут надо понимать прекрасно, что сфера охраны труда это не только какие-то промышленные предприятия, оборонные предприятия, сельхозпредприятия, это и офисы, офисы и так далее. В офисе можно со стула упасть, ногу сломать. Даже извините, мы сейчас находимся в помещении, в котором тоже есть очень много опасных моментов. Согласен. Да. Что касается, собственно, будущих мероприятий, когда ближайшее состоится вот обсуждение вопросов охраны труда? Конференция прошла? В рамках у нас отработанных вопросов сейчас у нас в течение мая будет проходить два дня охраны труда в районах Кировской области. Далее у нас будет в этом месяце в мае также проведен вопрос по охране труда в рамках нашего традиционного встречи с профсоюзным активом. То есть у нас есть такое профсоюзное обучение, мы его проводим раз в квартал. И вот в рамках этого обучения будет еще раз поднят вопрос по охране труда. Ну и в этом месяце у нас идет большое мероприятие в Москве, когда специалистов по охране труда собирают как раз с учетом новых требований, изменений законодательства. То есть там тоже обучение будет происходить уже на общероссийском уровне. А насколько добросовестно, ответственно работодатели в Кировской области выполняют свои обязанности, когда несчастный случай уже происходит? Либо травмировался, либо, не дай бог, погиб сотрудник? Ну в этой ситуации, естественно, многие там очень правильно начинают реагировать, но часто это, конечно, к сожалению, бывает уже поздно. Потому что элементарно, действительно элементарные правила там не соблюдаются. То есть там человек спиливает дерево, значит человек неправильно как бы выбирает свою позицию. На него падает, соответственно, уже вот то, что спилили. Ну вот как вот к этому отнестись? Есть определенные подходы, как это делать, каким образом. Либо это уже от усталости, либо от невнимательности, либо еще от каких-то вещей. Сложно к этому отнестись, но тем не менее... Нет, а я еще не имею в виду, как затем работодатель ведет себя в отношении пострадавшего человека? Или в семье, где погиб, собственно, кормили? Есть трудовые отношения, там есть все понятно. Вот у нас сложнее, когда вот ситуация возникает в одном из районов Кировской области на приемы, у нас правовики проводят там прием, пришла женщина. У него сын серьезно пострадал вот в такой ситуации, но он был официально не оформлен. И у него никаких сегодня... Никаких правовиков? У него нет больничного, у него нет возможности так или иначе получать какое-то уже социальное обеспечение. То есть все, вот ситуация, когда человек, оказавшись в неформальных трудовых отношениях, фактически никакой защиты ни от государства, ни от кого не получит. А в таком случае какие рекомендации вы можете дать людям, которые ищут работу и все-таки настаивать о том, что нужно думать и учитывать все риски, которые могут стать... Это однозначно, это один из тех рисков, которые мы все говорим, пенсии, кредит, а вот если несчастный случай на производстве случится, а что дальше с человеком будет? Нет, и он же не оформлен, нигде он не оформлен. Какой больничный лист, а кто будет ему, какой фонд этот самый оплачивать? То есть он как неработающий гражданин пойдет в больницу и все, и там будет лечиться, да, там лечение будет ему произведено, потому что фонд медстрахования предполагает средства на неработающее население, ну и все, и больше никаких возможностей у него не будет. А что еще, возможно, будет включено в план мероприятия по снижению этих несчастных случаев, на производстве, кроме обучения и так далее? Да, информационную работу наладить в этом отношении, обучить специалистов, показать важность как бы этого направления, если удастся за год охраны труда, я считаю, что это уже там кое-какие задачи будут выполнены. А социальная реклама, в каком виде она будет, где она будет размещена? А есть очень хорошие вещи сегодня, там уже в социальных сетях есть очень интересные ролики, я бы даже их назвал вирусного содержания, да, то есть там... Которые всплывают там, да, нежданно, негаданно. Да, да, и вот у нас есть примеры из других регионов, мы тоже сейчас, может быть, что-то подобное попытаемся изобрести, вот Самарская, допустим, область, у них очень там мощный там вирусный ролик был, он, в принципе, там показывал, как там дети остаются без родителей, исходя из несоблюдения там условий безопасного труда, то есть это, ну, весьма важная вещь. Так, интернет задействуете, планируете, а наружная реклама, телевизионная, радио? Нет, вот мы сейчас про наружную рекламу, совсем недавно у нас была большая, ну, как бы, встреча профсоюзного актива с главой города Еленой Васильевной Ковалевой и заместителем главы администрации города Александром Евгеньевичем Ященко, то есть мы как раз эту вещь и обсуждали. То есть возможности социальной рекламы в городе у нас сегодня, ну, мало. То есть там официальные рекламные агентства, они зарабатывают деньги все равно на вот этой области. Надо какой-то вот попытаться проект, может быть, даже хотя бы там рабочую группу сделать сегодня вот в рамках этой социальной рекламы, чтобы кто-то выступил оператором. Федерация профсоюзных организаций говорит, мы готовы быть оператором социальной рекламы в городе Кирове. И дайте нам какие-нибудь конструкции, мы готовы в этом отношении сегодня работать. А деньги? Ну, еще раз там, да, все ясно, что там, сказать, какая-то окупаемость этого проекта, она все равно должна быть. То есть там за счет того, чтобы, там, сказать, обновлять, ну, какой-то коммерческий контент и может быть небольшой. Но здесь социальная реклама вполне будет уместна, и я думаю, что это был бы интересным проектом в рамках нашего города, который мог бы сегодня показать город наш как социально ответственный и правильно относящийся ко многим проблемам, не только к сфере охраны труда, но и, там, коррупции, там, к ситуации на дорогах, там, и так далее, и так далее. Да в течение года, в общем, стоит ожидать, да? Мы будем работать в этом направлении. Появление этой рекламы. Не знаю, не знаю, потому что, естественно, нужны договоренности, нужна работа, нужна проработка вопросов. Ну, вот такое заявление сейчас сделали, мы сейчас как раз письма все готовим по этому вопросу. Будем встречаться, будем еще обсуждать и надеемся, что что-то у нас тоже получится в этом направлении. Рекламный блок у нас подоспел. Роман Беяслиев, Наши Кость, председатель Федерации профсоюзов Кировской области. Мы продолжим нашу беседу через полторы минуты. Николай, дабы не, собственно, делать бесполезными труды нашего редактора Анны Лапшиной, давайте опрос озвучим. Да, у нас сегодня опрос такой, кстати. Автор опроса Анны Лапшиной. Анна Лапшина. Относится он как раз к первомайским шествиям, точнее, так все это задавал вопрос, там, с какими глазами люди на площади стояли. А вопрос такой, первомайские шествия, я считаю, и дарю варианты ответа. Хорошей традицией, пустой формальностью или пережитком прошлого. Вот такие варианты ответа. Володь, что вы... Слово-то какое, пережиток какой-то с негативным окрасом. Хорошей традицией, пустой формальностью на нашем сайте, хаккирова.ру, 50 на 50. А вот на нашей странице ВКонтакте лидирует вариант пережитком прошлого, 53%. Ну, если это пережиток прошлого, предлагайте что-нибудь новое. Так нет, здесь просто, понимаешь, сама формулировка этого слова. Пережиток можно заменить, тоже самое прошлое, там, ностальгия по прошлому. Звучит совсем по-другому, да? Ностальгия по прошлому. Как ведь правильно говорят, как спросишь, так ведь тебе ответят. Ну, давайте, хорошо, еще поговорим про первомайские демонстрации, про профсоюзы. Вот накануне беседовал я в прямом эфире с лидером кировских коммунистов, Сергеем Павловичем Мамаевым. Он тут заявлял, что профсоюзы в настоящее время большой роли не играют. Он так и сказал? Ну, да. Он обычно говорит, вообще никакой роли не играют. Ну, вообще никакой, да. Все распирали. Ничего не делают, все продали, наверняка. Былую силу, да, и собственность, которая была в профсоюзах. Вот, в общем, Сергей Павлович выступил с такой критикой. Роман Александрович. Ну, мы, конечно, не согласны с этой позицией. Конечно, все пытаются профсоюзы оценить по забастовкам и по массовым акциям. Но я считаю, что это крайний способ решения вопросов. Надо договариваться. Вот в ситуации с теми валенками, да, был бы профсоюз в этой организации. Там, куда бы он пошел? Не пошел бы сразу писать жалобу президенту Российской Федерации. Да, пошел бы, так сказать, в профсоюзную организацию. Лидер профсоюза подошел бы. Решили бы вопрос мирно-дружно. Никаких вопросов бы не возникало. То есть, ни штрафов, никаких иных вещей. И были бы лопатые валенки. Уважения охраны труда были бы соблюдены. Поэтому, там, важность профсоюзов, она, с моей точки зрения, однозначная. А кто на сегодняшний день там будет рассматривать вопросы, связанные с достойным уровнем заработных плат в конкретных отраслях. Вот мы сейчас готовим, и у нас в ближайшее время состоится, мы начинаем серию отраслевых встреч губернатора Кировской области Игоря Владимировича Васильева с отраслевыми профсоюзами, отраслевыми работодателями. Вот у нас первая встреча по теме жилищно-коммунального хозяйства. Вот с 1 мая увеличился минимальный размер оплаты труда. Но тарифы у нас могут возрасти только с 1 июля. Как сегодня работодателю, который занимается этой сферой, поднять заработную плату? Вопрос, да? Серьезный. То есть, в тарифе есть четкая составляющая заработной платы. Заработная плата заложена, но заложена с учетом предыдущей. Конечно, конечно. То есть, никто не предполагал, что минимальный размер оплаты за вот этот промежуток вырастет. То есть, вопрос, вопрос. А как? Каким образом? Действительно, каким образом? Вот мы сейчас это обсуждаем с органами власти. Вторая... Интересы, скольких человек затрагиваются в данном случае? Работников отрасли, всей жилищно-коммунального хозяйства. То есть, приличное количество человек. Все, кто работает на тарифах. Это большой спектр людей, которые сегодня занимаются темой. Бюджетники, работники бюджетных наших отраслей. Мы сейчас говорим о том, что указы президента подняли уровень оплаты труда. Но мы сегодня что наблюдаем? Гарантированная часть – это оклад. Оклад у бюджетников сегодня составляет от 20 до 55% от общего заработной платы. Неправильно. Мы говорим, давайте мы будем менять систему оплаты труда в плане увеличения гарантированной части оплаты труда. Сколько вы предлагаете? 70% не меньше. А дальше вот там, пожалуйста, компенсационные стимулирующие выплаты. Чтобы не возникало у руководителя каких-то таких уже поползновений, кому-то сделать меньше, кому-то сделать больше. И это сегодня такой негатив идет из коллектива в любом случае. Поэтому вот это тоже кто этим будет вопросом заниматься? Не занимаются ни политические партии, ни кто другой. Или, допустим, соблюдение указов президента по оплате труда. Что происходит, каким образом происходит, какие проблемы сегодня в той иной отрасли. Мы-то ведь это аккумулируем, всю информацию обсуждаем регулярно с органами власти. И каким-то определенным взвешенным решением все равно приходим. Видели ситуацию, что у нас в отдельных отраслях сегодня идет невыполнение. Ну, подтянули в прошлом году решениями правительства Кировской области. По особенно работникам культуры существенное уровень оплаты труда. То есть я сегодня, приезжая в районы, слышу, что у нас впервые в отрасли культуры все ставки заняты. То есть это уже говорит о том, что, в общем-то, сегодня там ситуация тоже меняется. Более того, там интересный факт, в одном из районов тоже обнаружили, Сунский район. Это когда женщина не пошла работать в администрацию района, а пошла работать там смотрителем в районный краеведческий музей, потому что там зарплата больше. Ух ты! Это здорово звучит. Вот, это сегодня в органах местного самоуправления, сегодня уже проблема, потому что кадровый потенциал у них тоже начинает вымываться. То есть все, кто работал там в бюджетных отраслях, и которые в свое время переходили, они сейчас идут там, кто обратно учителем, кто обратно там в сферу культуры, но в здравоохране там тоже уровень оплаты труда изменяется. Или еще одна там ситуация, которую мы тоже сегодня обращаем внимание органов власти. У нас сегодня младший персонал бюджетных учреждений, да и не только бюджетных учреждений, и средний персонал, но, допустим, медицинских учреждений по заработной плате практически сравнялся. То есть техслужащие с учетом повышения МРОД начинают уже подходить к уровню оплаты труда медсестер, то есть людей с образованием. Это тоже этот вопрос надо сегодня обсуждать и решать. Мы-то говорим о том, что надо все-таки оклады там начинать уже от МРОД, и, соответственно, должно быть там увеличение происходить. Но мы точно так же понимаем, что с учетом минимального размера оплаты труда, а также решение Конституционного суда, когда он принял решение о том, что северные коэффициенты не должны в МРОД ходить, то есть у нас должна быть сегодня зарплата в районах, где есть северный коэффициент, это МРОД плюс северный коэффициент, то есть там уже за 12 тысяч рублей минимальная оплата труда должна быть. То есть это же средство все достаточно большое. То есть это по оценкам достаточно большой, больше миллиарда средств, которые потребуются для решения этой задачи. Сейчас, естественно, договоренности определенные происходят, дополнительные средства выделяются из федерального бюджета на решение этой задачи. Но понятно, что сразу вопрос не решить, но двигаться в этом направлении надо. Постепенно все равно будем решать вопрос, чтобы соотношение между младшим и средним персоналом было нормальным. Главное решать его не за счет того, чтобы у младшего персонала снижалась заработная плата. Безусловно. Потому что обычно у нас решают... Так у нас есть эта тема, что мы за счет оптимизации начинаем решать вопросы по заработной плате. Переверяем на полуставочки и все, там сразу уже МРОД. Сейчас хочу озвучить вопрос, который, наверное, назрел у многих слушателей, которые хотят просто понять. Вот это приравнивание МРОД к прожиточному минимуму, это приведет к повышению зарплаты? Безусловно. Безусловно. Говорит Роман Берестович, представитель Олимпийской области. У меня точно такая же, я же как работодатель еще выступаю, у меня точно такая же вопрос, и мы, естественно, тоже сейчас принимаем решение по техслужащим по повышению уровня оплаты труда. То есть в любом случае это повышение будет происходить. Для работников бюджетных отраслей это безусловно. Ясно, что для других отраслей это дело и задача тех руководителей, тех работодателей, которые сегодня возглавляют те предприятия, организации, которые есть. Ну вот по нашим оценкам, то есть, допустим, наши крупные предприятия это практически никак не затрагивают. То есть там и минимальный размер оплаты труда давно уже вышли. То есть там даже на самый младший персонал, они уже давно получают несколько больше. Но для среднего и мелкого сектора это, безусловно, будет проблема. И непростым решением. Поэтому, конечно, там будем смотреть, будем мониторить ситуацию. Это тоже там работа профсоюзов. А кто еще скажет, что сегодня в том или ином секторе не соблюдают стильные права. Что-то я не очень таких заявлений от политических партий сильно много видел. Ну и там принятых решений в этом направлении тоже не сильно много. Больше заявлений какие-то без конкретных действий. А в целом дальнейшая стратегия государства, она увеличиваться будет? Все-таки взята линия на то, чтобы МРОД повышался? Вместе с прожиточным минимумом? Да, конечно. То есть будет прожиточный минимум возрастать, будут увеличиваться и минимальные размеры оплаты труда. То есть пока такого соотношения, в общем-то, добились. Надеюсь, что оно будет выполняться. Все равно пока принято решение четко с понятной цифрой, соотнесенное 11 163 рубля. Но в дальнейшем, надеюсь, все-таки это будет хотя бы на прожиточный минимум. Но надо и дальше смотреть ситуацию. Не помню, я приводил уже в эфире такой факт или не приводил, но у нас сегодня минимальный размер оплаты труда, если сравнить даже со странами Восточной Европы, то есть он значительно ниже по сравнению с минимальной заработной платой. Но там одна из самых невысоких в Болгарии, например, там 260 евро. У нас сегодня, посчитайте, там 11 163 на евро, то есть мы где-то там практически на 100 евро меньше будем все равно иметь даже в этом позиции. Мы сегодня уже говорим о другом, о том, что надо не про прожиточный минимум и говорить, а о минимальном потребительском бюджете. Это несколько более широкое понятие, которое в себя должно включать, условно говоря, посещение кинотеатров, посещение каких-то там музейных экспозиций, занятие спортом, то есть всю жизнь человека, проезд на общественном транспорте, что не всегда включается у нас в прожиточный минимум и так далее. То есть такие позиции, которые все равно жизненно необходимыми являются. У нас остается буквально три минуты. Что касается работы с работодателями по линии серых зарплат. Как раз? Да, тем более серые зарплаты мы сегодня уже так косвенно упоминали, когда говорили про грамм труда. Напоминаем, что в конце прошлого года, да, ведь было соглашение с правительством, и работодатели должны были, ну что там, отписаться вам и отчитаться, да, перед федерацией правительства. Напомните, пожалуйста. Ситуация была такая, они не нам должны, они в правительстве должны информацию дать, кто не присоединяется к соглашению о минимальной заработной плате. То есть такое право было им. Сейчас у них права такого нет. Есть федеральный закон, и минимальный размер оплаты труда увеличился. Вот у нас сейчас есть список из 300 организаций, которые, я считаю, что там надо отработать совместно с органами, которые обеспечивают сегодня контроль за исполнением законодательства в сфере труда. То есть это нормальная, как бы так сказать, понятная практика. Да, конечно, там есть предприятия сельского хозяйства, да, у них сегодня есть определенная объективная трудность, есть предприятия ЖКХ, тоже вот из-за тарифных там дел они не могли, естественно, сразу принимать определенные решения. Но когда там попадают частные охранные агентства, торговые организации разного уровня, для меня это не совсем понятная вещь, и поэтому здесь есть работа и профсоюзов, в том числе. А вы лично встречаетесь с руководителями этих организаций? Обсуждаете эти вопросы? Какие они аргументы приводят? Никаких особо не аргументов. В пользу того, что они не платят белую зарплату. Обычный аргумент – денег нет. Да, аргумент один в этом отношении. Ну, то, что люди не умеют экономически построить свой бизнес, это совсем другое. Помните, у нас эфир был с одним из молодых предпринимателей, да, и он рассказывал о том, что как он там шел к этому и очень быстро пришел. Ну, что он поставил себе срок задачи, что я работаю в белую, все, в чистую. Абсолютно. Чтобы не было каких-то дополнительных проблем. Поэтому будем на это внимание особое обращать в течение вот этого года. И, то есть, по исполнению закона ОМРОД, естественно, будут и ближайшие встречи в прокуратуре Кировской области, и с Гострудинспекцией, и будем общие подходы вырабатывать, и в налоговой инспекции. Будем общие подходы вырабатывать в этой работе. Кстати, за то время, которое вы руководите Федерацией профсоюзов, растет ли численность участников профсоюзов, членов профсоюзов? Пока численность остается примерно стабильной, как бы там на одном уровне, может там чуть меньше по сравнению с уровнем прошлого года. Поэтому мы сейчас предпринимаем все необходимые усилия, чтобы профсоюзы были более интересны. И в том числе первомайские акции, я считаю, что дают вот это некое понимание. Вот у нас там есть статистика. То есть, если в прошлом году у нас были только единицы районов, которые присоединялись к первомайским акциям, то сейчас уже полтора десятка районов, как минимум, провели первомайские мероприятия. И общее количество людей, которые там приняли участие, это порядка четырех тысяч человек. Это мы не учитывали акции Коммунистической партии Российской Федерации. Пусть Сергей Павлинович в этом ситуации не беспокоится. Мы это считали именно акцией, проведенные профсоюзами. Организованные профсоюзами. Ну что, надеемся на ближайшую встречу. В ближайшее время я имею в виду темы, которые сегодня затруднили, они очень актуальны. И в развитии хочется посмотреть, как они будут далее. На этом дневной разворот заканчивается. Спасибо, Роман Береснев, председатель Федерации профсоюзов Кировской области. Мы не прощаемся с Николаем Голиковым. До встречи. Встретимся в культпоходе. В культпоходе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова